Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Сегодня поговорим об интересных новостях из мира криптовалют, о предложении Байдена, о новом бюджете на 6 триллионов долларов, между прочим, самом крупном бюджете со времен Второй мировой, который напоминает всем нам об инфляции, и именно поэтому многие люди покупают криптовалюту как страховку против этой инфляции. Об этом и другом поговорим в сегодняшнем видео. Я расскажу тебе, почему я до сих пор остаюсь оптимистом по отношению к будущему криптовалюты, несмотря на то, что все сейчас говорят о медвежьем рынке и о том, что криптовалюта будет падать и дальше. Прошлая неделя на рынке была сумасшедшей, мы наблюдали за сильной волатильностью курсов, многие люди поэтому настроены негативно, хотя немалая часть сохраняет позитив. Лично я очень позитивен в долгосрочной перспективе, особенно если смотреть на исторические данные предыдущих булранов. В этот раз происходит еще больше событий. Из-за печати денег и новых пакетов финансовой помощи быстро растет инфляция, что выливается в масштабное криптовалютное принятие. Крипта становится доступнее, чем когда-либо. Крупные компании покупают криптовалюты, платежные системы добавляют популярные криптовалюты и так далее. Я думаю, что все это только начало. Большинство институционалов еще даже не закупились биткоинами как следует. На данный момент это лишь Тесла, Микростратегия и еще несколько компаний. Скорее всего крупные технологические гиганты, например Facebook или Apple, тоже будут покупать биткоин, причем на огромные суммы. Есть вероятность, что некоторые из компаний уже купили криптовалюту во время последней рыночной просадки. На самом деле вполне возможно, что сама просадка была манипуляцией, чтобы дать этим институционалам отличную точку для входа. Поэтому я думаю, под конец года мы услышим масштабные объявления от крупных компаний о том, что они приобрели биткоины. Сегодня рынок опять красный, но ничего страшного, это было ожидаемо в краткосрочной перспективе. На самом деле я удивлен был, что биткоин вообще смог подняться до 40 тысяч долларов на днях. На новостях о бюджете Байдена в 6 триллионов долларов некоторые трейдеры говорят, что будет еще одно падение биткоина и уже после него рынок будет восстанавливаться и покажет новый пик текущего булрана. Но давайте к новостям. Главная новость сегодня это, конечно же, новый бюджет в 6 триллионов долларов, который представил Байден. Денежный принтер США продолжает работать. Брррр. Кстати говоря, это самый большой бюджет со времен Второй мировой, который неизбежно приведет к росту инфляции. Огоньку подают и новые пакеты финансовой помощи и бизнес-займы, из-за которых индекс доллара до сих пор находится в нисходящем тренде. Даже после недавнего отскока вот здесь, все равно находится в падающем тренде. Что показывает ослабление доллара? Мне очень понравился вот этот твит от плана Б. Он пишет, у биткоина нет пика, потому что у фиата нет дна. Имеется в виду, что успех биткоина предопределен тем, что деньги это самый бесконечный ресурс на этой планете. И он может печататься, пока не закончится бумага для этой печати. Хотя, конечно, с переходом на цифровые валюты, даже бумага не понадобится для того, чтобы создавать новые циферки на балансе. Есть кое-что еще, что придет в ближайшие годы. Это новый тренд, который называется безусловный базовый доход. Власти разных стран все активнее ставят эксперименты с этим. Включилась и Германия, кстати говоря, которая решилась на долгосрочный эксперимент с этим базовым доходом. Я считаю, что со всей работой, которую уже выполняют роботы и искусственный интеллект, только в Соединенных Штатах будет сокращено миллионы рабочих мест. Им просто придется вводить этот так называемый месячный универсальный базовый доход, что приведет к увеличению денежной печати и, соответственно, инфляции. Кстати говоря, как я уже когда-то тебе показывал, центральные банки сейчас не только рассматривают возможности для создания цифровых валют, но и тестируют обеспечение универсального базового дохода с их помощью. Последняя просадка вытряхнула множество розничных инвесторов с рынка, особенно холдеров мемных токенов, например, Доги Коэна, которые попались на хайп, пытаясь получить громадные прибыли. Ну и как обычно это заканчивается, просто потеряли свои деньги. Нужно быть очень аккуратными с подобными монетами. Лично я всегда ищу устоявшиеся проекты с прозрачной командой и небольшой капитализацией. Это недооцененные проекты с уже известными способами использования, которые долгое время будут актуальными. Так называемые скрытые диаманты. Я нацелен на долгую перспективу и не ищу быстрые возможности, чтобы сделать 10 иксов прямо завтра. Именно поэтому риски такой инвестиционной стратегии куда ниже. Давай перейдем на сайт usdebtclock.org и увидим, что национальный долг США сейчас составляет 28,3 триллиона долларов. И при этом стремительно растет прямо сейчас, когда я записываю это видео. Все эти долги однозначно большой плюс для держателей активов, криптовалюты, недвижимости и так далее. Я считаю, что криптовалюта покажет наибольший рост среди всех этих активов. Это новый инвестиционный путь, который рассматривается многими людьми, и они переходят сюда с других рынков, облигаций, рынка акций и недвижимости. И серьезно закупаются криптовалютой. Короче говоря, капитал перетекает с других рынков в криптовалютный. Особенно в период крупных коррекций, например, такой, который мы наблюдали недавно. Эта коррекция почти наверняка была манипуляцией для входа институциональных игроков. И у меня об этом есть видео, поэтому я все еще ожидаю новый пик рынка к концу года или к началу 2022. Кстати, если ты не видел ролик, в котором я показал, что это падение было просто манипуляцией, ссылку на него я оставлю в описании. Посмотри, это достаточно интересно. Поэтому я все еще ожидаю новый пик рынка к концу этого года или к началу 2022. Следующая новость тоже очень важна для глобального принятия криптовалюты. Хотя на первый взгляд это не очевидно. Канада уже одобрила несколько Bitcoin ETF. Это мы уже знаем. И вот теперь в Соединенных Штатах SEC наконец начала рассмотрение заявки на Bitcoin ETF от Fidelity и SkyBridge. Еще во время прошлого булрана были спекуляции по поводу Bitcoin ETF. Так что во время текущего булрана это вполне может произойти. Это на самом деле очень большие новости в том плане, что Bitcoin ETF помогает еще большему количеству крупных инвесторов зайти в криптовалюту. Это буквально открывает двери для крупных денег в крипту. Согласно опросу, отсутствие знаний является основным препятствием для внедрения криптовалюты. Именно поэтому я и делаю столько видео. Стараюсь раскрывать нюансы криптовалютной индустрии и всегда призываю к самообразованию. Кстати, я потихоньку работаю над самым длинным видео в своей карьере. Оно будет длиться около 4 часов. Не знаю, сколько еще мне нужно времени, но когда все будет готово, я выложу его себе на канал. Оно как раз о крипто-самообразовании. В прошлый булран, например, случилась настоящая катастрофа. Множество платформ просто не выдержали наплыва пользователей, комиссии зашкаливали, транзакции совершались очень долго, а многие биржи вообще зависли. Сейчас все иначе, криптовалюта более доступна, люди могут выбирать, на какой платформе совершать транзакции. Общее принятие крипты значительно выросло, учитывая институционалов, которые заходят в рынок. Хотя, конечно, проблем все еще много, но они постепенно решаются. Так что, чем больше ты будешь обучаться, чем больше у тебя будет обучающих инструментов, тем быстрее будет происходить принятие криптовалюты. Следующая новость, тоже очень масштабная. Миллиардер Карл Айкон заявил, что он рассматривает возможность инвестирования полутора миллиардов долларов в криптовалюту. Это очень большая сумма, учитывая, что вся компания Тесла инвестировала точно столько же. А здесь же эту сумму планирует инвестировать один человек. Карл не сказал, в какие монеты он будет инвестировать, но он рассматривает криптовалюты и вложит деньги в этот рынок, что очень-очень хорошо. В последний день конференции консенсуса, который я тебе рассказывал, многие ожидали речь Тома Брэдди. Это суперзвезда американского футбола, если что. Мне не очень интересно, что он хочет сказать по поводу криптовалюты. Гораздо больше интереса представляет сам факт. Все больше крупных имен и знаменитостей присоединяется к индустрии криптовалют. И, по моему мнению, эта тенденция будет только-только нарастать. Еще одна очень крупная новость. Мы давно ждем заявления от Apple о том, что они инвестировали в биткоин. Пока что его не последовало. Но зато есть кое-что другое. Компания Apple ищет кандидата на должность менеджера по альтернативным платежам. Альтернативным платежам. С опытом в криптовалютном пространстве. Хммм, альтернативные криптовалютные платежи от яблочного гиганта? Это общественная и подтвержденная информация. Так что Apple точно смотрит в сторону криптовалют. Иначе зачем они так четко подчеркивают? С опытом работы с криптовалютами. Кстати говоря, мы уже можем совершать криптоплатежи через Apple Pay и сторонние сервисы. Но если Apple начнет предоставлять такую возможность лично, это будет очень мощным толчком к принятию. Сам понимаешь. Следом за Apple идет PayPal, у которого тоже есть хорошие новости для криптохолдеров. Все были расстроены тем, что PayPal не разрешал снимать биткоины непосредственно с платформы. Теперь же они заявили, что позволят пользователям снимать биткоин и выводить его на сторонние кошельки. Также, возможно, они добавят новые монеты на свою платформу. Каждая такая монета, которая будет добавлена на PayPal, обречена на массивный памп после этого. Аналогично с пампами после анонсов от Coinbase о листинге биткоина, эфира, лайткоина, биткоин кэша и других криптовалют. Когда Coinbase что-то листит, оно обязательно растет. Итак, друзья, даже если мы сейчас переходим в медвежий рынок, как об этом все говорят, в долгосрочной перспективе я все равно очень оптимистичен и буду продолжать стейкать свои монеты, получая пассивный доход, параллельно наращивая свои позиции на крупных просадках, вплоть до следующего бычьего рынка. Эта стратегия мне уже помогла в 2018 и 2019, и поэтому я думаю, что не нужно изобретать велосипед, нужно двигаться проверенной дорогой. Я бы хотел рассказать, как я стейкаю некоторые монеты, но не хочу упоминать названия тех сервисов, которые мне помогают, а то еще подумают, что это реклама. В любом случае, я все еще уверен, что у крипты огромный потенциал, и я вижу, куда все это ведет в долгосрочной перспективе. На этом все, меня зовут Богатейший Ди, увидимся в новом видео, ставь лайк, подписывайся на канал, телеграм, жми колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, комментируй, делись видео с друзьями, обязательно, Богатей, до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok